Дорогие друзья, всем доброго здравия! Вот сейчас еду в Светоч и хочу поделиться с вами своими мыслями, соображениями по поводу одной очень важной темы. Недавно у нас состоялся семинар в Светоче, который назывался «Мастер трансформации», и одна из участниц этого семинара подошла ко мне и задала такой вопрос. Валерий Владимирович, что делать? Моя дочка не хочет учиться в школе. Именно вот об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить. И вообще затронуть тему образования. Это очень такая важная для многих, как я понял, болезненная тема. Поэтому то, что я буду вам сейчас говорить, это на самом деле не просто какие-то мои фантазии, а это то, что подтверждено многолетней моей и практикой, и жизнью у меня у самого четверо детей. И мама моя проработала 40 лет в школе учителем. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Так вот, если ваш ребенок не хочет учиться в школе, конечно, на то есть какие-то объективные причины, безусловно. Скорее всего, у ребенка нет контакта с тем учителем, с тем преподавателем, у которого он занимается. Потому что бывает так, что дети по одним предметам успевают, а по другим нет. И когда у нас была своя школа, то мы с преподавателями проводили работу. И я объяснял им о том, как каждый преподаватель может найти подход к каждому ученику. Ну и, конечно, личность учителя никто не отменял. Учитель, настоящий учитель, истинный учитель, он может и, я считаю, должен, если он настоящий учитель, на своем месте, найти подход к каждому ученику. Да, это те объективные факторы, которые, безусловно, играют свою роль. Но есть еще и другие факторы. Тоже немаловажные. Бывает так, что преподаватели поменяли одного учителя, и даже не просто учителя, а поменяли даже школу, одну школу, другую. А все равно вот ребенок не хочет, или, как они говорят, не хочет, или даже не может учиться в школе. И вот тут на помощь к нам приходит наш любимый закон отражения. Если вы его помните, суть его в том, что все, что происходит в нашем мире, есть наше отражение. А это значит, что ваш ребенок таким образом что-то вам показывает. Вот что он показывает. Вот в этом важно разобраться. Во всех случаях, когда я беседовал, работал с теми людьми, у которых вот такая проблема, что мой ребенок не хочет учиться в школе, во всех случаях, заметьте, во всех случаях, это были десятки случаев, мы находили причину в родителях. И эта причина банальна. Эта причина не в том, что родители не хотят учиться чему-то в жизни, хотя это тоже играет свою роль. Потому что бывает так, что родители говорят, «Да нет, мы же вот, мы сами учимся всю жизнь, мы посещаем семинары, мы посещаем тренинги, мы все время читаем литературу, то есть мы хотим учиться, а наш ребенок вот не хочет учиться. Значит, получается, он не отражает нас, нет, дорогие мои, отражает, еще как». Просто нужно, да, увидеть этот момент отражения и осознать его в себе. А отражает он то, что вы, как родитель, не принимаете школу и не принимаете или конкретного учителя, или учителей, или в целом систему образования. И вот еще раз повторюсь, что во всех случаях, абсолютно во всех случаях, которые были, вот эта причина была у родителей. И в таком случае, конечно, родители разводят руками и говорят, «Ну, а как мне принять эту систему образования, которая, по сути, калечит наших детей, которая, ну, скажем, не отвечает современным требованиям, которая не закладывает какие-то, ну, скажем, моральные ценности». Хотя я полностью с этим не согласен. Почему? Потому что, опять же, даже в той системе образования, которая есть у нас сегодня, обязательно есть хорошие учителя. Они всегда ели, они всегда были, есть и всегда будут. Это факт. Это как в любом деле, в любой системе, все определяется людьми. И действительно, как быть в таком случае, когда родители не принимают систему образования, не принимают учителей, и у них есть, даже у многих есть, ну, так скажем, такая внутренняя агрессия, я бы даже так сказал, внутренняя агрессия и к системе образования, и к государству, и к школе, и к учителям. И, конечно, дети отражают вот это их состояние. То есть дети отражают то, что родители не хотят, чтобы их ребенок учился в такой школе. И, что интересно, и ребенок и не хочет учиться в такой школе. Здесь есть несколько вариантов действия. Ну, первое. Открыть свою школу, как мы это сделали вот в 2008 году, в 2007 году. Открыли свою общеобразовательную школу. Пожалуйста, это как вариант. Конечно, не все на это пойдут, но, по крайней мере, сейчас такие школы открываются. И ищите такие школы, ищите таких людей, которые уже это делают, подключайтесь к ним, помогайте им, ну, и участвуйте в этом проекте. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, второй вариант это, так как мы родители являемся по новому закону об образовании, являемся заказчиками образования, собирайте родителей, единомышленников, и воздействуйте через прямые законные рычаги управления, воздействуйте на систему образования. по крайней мере, в вашем регионе. Поверьте, это возможно. Было бы желание. А желание у вас есть. Вы же хотите, чтобы ребенок получил хорошее, достойное образование, чтобы он хотел учиться. Значит, тогда включайтесь в этот процесс. Но делайте это, мой вам совет, делайте это с любовью и без агрессии. Это два варианта. Это третий вариант. Объединяться с родителями, единомышленниками и уходить на домашнее обучение. Можно даже не объединяться, а самим уйти на домашнее обучение и заниматься образованием своих детей самостоятельно. Просто, когда вы объединяетесь с единомышленниками, то вам это будет сделать гораздо проще. В том плане, что сообща, коллективно, определенные вопросы будет решать действительно легче и быстрее. И есть еще один вариант. Четвертый вариант. Идите в школу, идите в школу и налаживайте контакт с учителями. Я помню мою маму, я уже говорил, что она около 40, ну не около, а 40 лет даже больше проработала в школе. Была очень хорошим учителем начальных классов и до конца ее дней в этом мире бывшие ученики приходили к ней домой с цветами, с коробками конфет, с тортиками и благодарили ее за ее любовь, за те знания, которые она вложила в них. Представьте, еще в начальной школе. Они до сих пор это помнят. И она была очень мудрым человеком. И она приходила в школу и налаживала контакт со всеми учителями, ну, со всеми моими учителями, у которых я учился. Она каждому находила свой подход. Может быть, ей было так легче, легко. Почему? Потому что она сама была учителем, работала в школе, и поэтому очень быстро находила с учителями контакт. Да, она тоже приходила с цветами, она приходила с коробкой конфет, она, скажем, не просила, чтобы мне ставили хорошие оценки, нет. Я учился на отлично, поэтому в этом не было необходимости. Мне нравилось учиться. Но я так и думаю, почему мне нравилось учиться, потому что моя мама вела себя правильно, и у нее не было агрессии к системе образования и к школе, и тем более к учителям, потому что она понимала, как непросто быть учителем в школе. и она мне всегда говорила, что запомни, вас много, учитель один, а поэтому твоя задача помогать учителю в учебном процессе. Я говорил, а как это помогать ему? Она говорит, ну как, каждый учитель радуется, когда его ученик знает предмет, знает его на отлично. это для учителя самая лучшая радость, это для учителя самый лучший подарок. Вот, делай своим учителям такие подарки. И я запомнил ее, эти слова, очень мудрые слова, и пронес их до конца своих дней, я имею ввиду, до конца дней обучения в школе и далее уже в медицинском университете. я мог бы рассказать много интересных случаев, где меня вот такое внутреннее состояние уважения к учителю и помощи к учителю выручало не раз из таких сложных ситуаций. Потому что, ну даже будучи отличником, ну бывали случаи, когда я где-то позволял себе что-то прогулять, что-то не выучить, и на самом деле ну вселенная всегда обо мне заботилась, и я думаю, что в лице мамы в том числе. Поэтому, дорогие и уважаемые родители, я вам рассказал четыре варианта, как вы можете позитивно и правильно реагировать на то, что ваш ребенок не хочет учиться в школе. Вы сами выберете самое лучшее для себя. Но тот, о котором я вам рассказал, четвертый вариант, идти налаживать контакт с каждым учителем, поверьте, это вариант, который не требует много усилий с вашей стороны, он просто требует от вас уважения к учителю. Раз тот взрослый человек, который сейчас учит вашего ребенка является учителем, научитесь его уважать, научитесь ценить его труд. И тогда поверьте, многие проблемы уйдут из вашей жизни. Ну, я имею в виду, связанные с обучением, да и не только. Потому что еще в веда говорится, что уважение учителя стоит даже на первом месте по отношению к уважению родителей. То есть уважение к учителю важнее, чем уважение к родителям, своим родителям. И еще совет, налаживайте отношения со своими родителями и с государством в том числе. Вот я сейчас еду по замечательной трассе Таврида, еду светоч. И каждый раз выезжая на эту трассу, я благодарю наше правительство. Я говорю спасибо нашему мудрому, заботливому правительству и совершаю поклон за эту прекрасную дорогу. На самом деле нужно просто быть благодарным за то, что есть, научиться хотя бы этому. и учитесь уважению к тому, кто по статусу стоит выше. По социальному статусу, общественному статусу, по статусу духовному, в плане образования. И поверьте, учитель в школе это очень высокий статус. Очень высокий. Поэтому учитесь уважать учителей это очень важно. И когда вот это чувство уважения, глубокое уважение будет в вашем сердце, вы сами удивитесь тому, как ваш ребенок полюбит учиться и будет радовать вас своими успехами, своими прекрасными оценками. Ну и хочу напомнить вам, что у нас сейчас идет, уже начался очень важный курс для родителей, онлайн курс, то есть вы можете его пройти с любой точки мира. Это курс психосоматика детского здоровья или как вылечить родителей, когда болеют дети. Это курс, конечно, для тех родителей, которые хотят изменить и свою жизнь, и жизнь своих детей. Курс уже начался, но вы можете к нему присоединиться и посмотреть первое занятие, те занятия, которые уже были, посмотреть записи, и поверьте, вы много для себя откроете, много интересного, много важного, и этот курс поможет вам стать осознанным родителем, и много изменить в своей жизни. Переходите по ссылкам в этом видео и обязательно принимайте участие в этом курсе. Становитесь осознанным родителем. Всех вам благ, здоровья вам, вашим детям, процветания вашим родам, будьте здоровы и счастливы. Всех вам благ. Субтитры 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 Субтитры